Это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Владимир, добрый привет. Да, приветствую. Конечно, начнём с самолёта. И я думаю, что тебе есть что сказать. Нет, нечего. Практически нечего. Потому что у меня, у знакомых, родственница работала у доктора Лизы Преста-Катарем. То есть у них там абсолютный траур, шок и так далее. Ну и поэтому я с большой брезгливостью, во-первых, смотрел комментарии всевозможных людей, которые там пытаются как-то отпиариться на этом деле. Ну, проукраинские сайты говорить вообще не хочется. То есть это как бы вне обсуждения, мне кажется. Ну, трагедия. Просто трагедия. Ну, я хотела тебя спросить про отца об имени Александрова. Вот, скажи, пожалуйста, мне кажется, что очень у многих людей, чуть ли не у каждого, у нас-то с тобой точно, как у советских людей, ансамбль имени Александра, это практически государственный символ страны. Да, да, конечно. И сейчас, когда он лишён своего стержня, скелета, есть все предпосылки к тому, чтобы он рассыпался. Ну, честно говоря, на эту тему вообще не думаю. Я боюсь, что я некомпетентен в хоровом и плясовом искусстве настолько, чтобы уносить им какие-то вообще суждения. Ну, я думаю, что, во-первых, он соберётся всё равно. Насколько он будет качественным по составу, другой вопрос. Это да. Ну, меня больше интересуют всё-таки причины падения этого самолёта. То есть версии ты рассматриваешь всё-таки? Я смотрел, они меня все неудачили. То есть я не понимаю, как высокопрофессиональные пилоты могут не справиться с неполадками при взлёте. То есть варианты, что они ушли в штоп, развалили самолёт. Ну, сомнительно, чтобы борт, который так хорошо проверялся, эксплуатировался, мог так легко потерпеть катастрофу. Плюс ссылки на технические неполадки. Они сравнивают там с катастрофами, допустим, там, на дочку Дуком, в Иркутске то, что происходило. Или когда 154-й борт, он, рейс, по-моему, был в Аран. Какая-то с компанией. Ну, там все ситуации, там, либо же малокомпетентные пилоты, либо же это многократно эксплуатировавшийся самолёт. То есть, а здесь ситуация несколько другая. Причём, исчез с радаров мгновенно, они не успели ничего сообщить. Совершенно верно, потому что сайты очень многих наших коллег федеральных выложили переговоры, последние слова диспетчеров и пилотов. И там абсолютно спокойный штатный разговор идёт. То есть, мгновенная ситуация, абсолютно мгновенная, когда люди просто не успевают даже выговорить ничего, да? Ну, это взрыв. Пока версия теракт не озвучивается официальными органами вообще никак, и, скорее всего, как ты думаешь, до Нового года такая версия официально всплывёт? Ну, это очень странно. Почему? Потому что они сразу её отмели. То есть, сразу. Ещё практически до нахождения чёрных ящиков, до анализа. Мне, во-первых, не было бы столь поспешно в плане теракта. Во-вторых, я не понимаю, то есть, физико-химические знания, вспомнил Герман и Стерольгова, это отдельный, не относящийся к этому. Вот. Физико-химические знания, которые у меня есть, просто не дают мне возможности представить ситуацию, при которой 154-й исчезает с радаров мгновенно, ведомые профессиональными пилотами, прошедшие подготовку со стороны, тем более, это Минобороны, тем более, это всё остальное, да? Ты думаешь, мы что-то ещё услышим? Я думаю, что да. Но не сейчас, наверное. Но не сейчас, скорее всего, да. Но перед Новым годом, когда люди всё-таки будут праздновать. Ну, и сегодня объявлен траур, это абсолютно правильно. Да. Давай перейдём к пресс-конференции. Напоминаю, у нас в студии Владимир Маматов, мы не можем к вопросу обойти стороной. Пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, которая прошла в пятницу, и которую каждый год, на самом деле, все ждут, с большим интересом и напряжением. И в этот раз Владимир Владимирович стойко 4 часа отвечал на вопросы журналистов разнообразные. Я каждый раз, когда эту пресс-конференцию смотрю, слушаю, я не могу припомнить, есть ещё у какой он президента такая пресс-конференция? Я тоже не припомню. Так вот, она важна абсолютно для всех. Достаточно просто посмотреть любой абсолютно СМИ, как готовятся журналисты, какие вопросы задавали, и как потом обсуждают, как ответил Путин этот вопрос. Когда ты туда поехал, естественно, мы все знали, что ты едешь. Ты в прошлом году, кстати, ездил? Да, конечно. Да, но вопрос не задавал. Ну, я как, в общем-то, недалекий человек, я просто умудрился не сделать себе табличку. А, ты сидел? Да, я сидел на третьем ряду и с довольно глухим видом тянул руку, но то ли у меня не было куража для того, чтобы скочить из громкой... Ну, он, скорее всего, не в моём характере, да? Потому что девушка, которая сидела на этой пресс-конференции через человека от меня слева, она прыгала, наверное, часа четыре все подряд, причём била по плакатам ребятишек, которые сидели впереди, потому что плакаты загораживали её от взора Владимира Владимировича. То есть, ну, появится, что этот формат поведения несколько немой. Я хотела, в связи с этим, чтобы ты рассказала об общих впечатлениях этих трёх пресс-конференций. Они как-то меняются? Да, конечно, очень сильно меняются. Расскажи. То есть, первая пресс-конференция, она проходила там, где я вылез с этим вопросом, отобрав, как все думают, тут только, на самом деле, я и набирал. А что там было? Ну, там это накладка, как говорят театралы. То есть, я ошибочно решил, что он имеет в виду именно меня, потому что товарищей в Турции быть не может, а они вместе с Кромом обсуждали товарищей из Турции, товарищей из Грузии. У меня автоматическая мысль, что это неправильно. Тут не может быть товарищей из Турции, правильно? Там нет товарищей давным-давно. Тут он показывает на меня, как я понимаю. Я понимаю, что мне повезло несказано, я вскакиваю. Девушка, которая несёт микрофон, видит, что человек вскочил, видит руку вождя, который показывает. Она передаёт мне микрофон, я начинаю представляться, и без слов изумленно заявляет, что вы же не из Турции. Я понимаю в следующую секунду, что если я отпущу микрофон, то вероятность того, что я его ещё раз получу, близко к нулю. У меня остаётся, ну, ребят, так получилось, что же делать. Придётся всё-таки задать вопрос, аж я поднялся и получил этот микрофон. Но это было хорошо, почему? Потому что тогда атмосфера из-за достаточно напряжённых и жёстких вопросов, она была напряжённой, ну, напряжённая атмосфера была, а этот вопрос уже как бы разрядка. То есть, ну, такой немножко неадекватный, забавный журналист. То есть, когда в 2014 году больше было вопросов, которые были связаны с политикой государства? Да, да. С военными действиями? И как бы военными действиями, да, с Украиной были связаны вопросы многие? Ну, вот та конференция была достаточно жёсткой, и в то же время она была насыщена. А вот в 2015 году она, во-первых, была гораздо менее насыщена, причём очень много было поверхностных дежурных вопросов. И ещё один момент. Вадим Владимирович вынужден, пожалуй, это сказать. Он выглядел уставшим, скажем так. То есть, он просто... И видно было, что пресс-конференция ему даётся с трудом. Это было, может быть, заметно не всем, но было заметно, что даётся она ему с трудом. Ему тяжело отвечать на эти вопросы. Не потому, что он там не знает ситуации, не готов или что-то ещё, а просто слишком много, видимо, сил уходило на решение каких-то других вопросов. То есть, ну, я догадываюсь, какие-то, да, на все мы догадывались. Сейчас конференция, вот эта, 16-го года, она была гораздо более... Она была гораздо более спокойная, раз. То есть, он выглядел и держался абсолютно уверенно. То есть, у него не было никаких даже намёков на то, что ему тяжело, ему не очень нравится. Под конец он устав, но за 4 часа, я думаю, даже очень сильно молодой и сильно здоровый человек устанет. Даже с профессиональной подготовкой устанет от 4-часного процесса. Ну, другой вопрос, что журналисты, то ли это свидетельство об каком-то отборе, во внутренней цензуре, я не знаю, о чём ещё, но вопросов по-настоящему конкретных, точных и жёстких, было очень мало, катастрофически мало. Там были несколько... То есть, были ребята как бы от оппозиции, в кавычках говоря, это слово, да, потому что я не совсем понимаю, что какая оппозиция в России вообще. И они выскакивали, но при этом умудрялись валить в одну кучу 5 или 6 вопросов, лихорадочно и истерично их задавая. А почему, Володь, такое было? Все это отмечают, ведь эти ребята, как ты говоришь, выскакивали. В общем-то, опытные достаточно журналисты. Не мастодонты журналистики, но опытные журналисты из очень уважаемых изданий. Почему так получалось? Не могу тебе сказать точно почему, потому что у меня вообще ощущение, что люди начинают путаться, когда они теряют вообще связь с действительностью. То есть, у них есть какие-то абстрактные картины того, что должно происходить или может происходить, или как это должно происходить, если это правильно делать, да. И, исходя из своих представлений, они начинают задавать вопрос. А ответ на него ты получишь не тот, который у тебя прописан в этом Дзебау, да, а получишь реальный ответ. Ну, что можно сказать, Вадим Вадимович, когда вы прекратите это, когда чиновники начнут вас слушаться и так далее, и так далее. Ну, это, я говорю, как Карлсон спрашивал Фрэкенбок, ты прекратила пить коньяк по утрам? Может на этот вопрос быть ответ да или нет? Конечно, нет. И Вадим Вадимович, ну, что начнется, как говорится, мастерство не пробьешь, он просто вводил все ненужные ему вопросы. Распылял их, переводил, переигрывал. Так что смысла ни в вопросе, ни в ответе не было фактически. А то, что на этой пресс-конференции не звучали так жестко и многочисленные вопросы, касающиеся Украины и даже Сирии, о чем говорят? Ну, с Сирией, а мне вообще кажется, что на самом деле, что с Сирией, что с Украиной, эти два конфликта, они отработают. Вот, не знаю, насколько, ну, и с Сирией, мне это вообще такое ощущение, вот, я уводил себя неоднократно и по дороге в Москву, и возвращаюсь, что я, в принципе, согласен с Познером, который где-то, я вообще его очень уважаю, где-то, не многие журналисты, кстати, в принципе, которые у меня испытывают такое хорошее профессиональное чувство, и он говорил о том, что полностью поддерживает внешнюю политику Путина. Вот, я почему-то с ним согласен. То есть, во-первых, в Сирии те цели, которые, как мне кажется, были поставлены, они достигнуты. То есть, по крайней мере... Ну, если переходить к планированию, то, скорее всего, нужно было участие в решении вопроса сразу Турции, Иранов, Курдов и так далее. То есть, должен быть какой-то определенный фронт против ребят из Орабских Эмиратов, ну, и Штатов, которые выступают на их стороне. То есть, с этой точки зрения, мне кажется, все удалось. То есть, Россия доказала то, что она игрок на мировом рынке, на пространстве, на военном, в первую очередь. Еще раз доказала, что все хорошо. То есть, мы присутствуем на Ближнем Востоке, в качестве военной силы. С точки зрения своего имперского мышления нельзя не приветствовать. То есть, ты считаешь, что то, что были достигнуты целистые точки зрения, которые были поставлены Путиным, правительством в Сирии, достигнуты, и то, что там, и слава Познера, что я разделяю полностью внешнюю политику Владимира Владимировича, то есть, это настроение, которое царило среди всех, что ли, журналистов, которые присутствовали на пресс-конференции? Нет, несколько иначе. То есть, там было несколько ребят от Курдов, было пару вопросов по Сирии, но все это говорилось в тональности «свершившая Вася». То есть, мы, собственно говоря, отмечаем победу. То есть, мы начинаем смотреть, что будет происходить дальше. То есть, мы уже не дискутируем над темой, правомощная или неправомощная. Мы просто смотрим, что получилось. Далее, другая категория вопросов, которая тоже много места занимала на пресс-конференции, это так называемые правозащитные вопросы, когда назывались конкретные фамилии, конкретные дела, и просили президента заступиться, пересмотреть и что-то сделать. Ну, там был один момент, когда он... Это по поводу того, что кто-то где-то получил срок за СМС-ку о передвижении российских выисков во время конфликта в Грузии. То есть, ну, вот, честно говоря, что да, надо разобраться. Потому что это через счет. А я прекрасно понимаю позицию. То есть, есть дела, есть вопросы, когда действительно перегнули палку, грубо говоря, а наше законодательство, наши правоохранительные системы и все остальное устроены так, что перегнуть палку можно в любом месте. То есть, было бы желать. То есть, ну, там, где перегнули, есть вещи, у которых перегнули палку. А есть вещи абсолютно не попадающие под эту категорию. Ну, вот, пример с тем, что украинские там режиссеры или журналисты задержали, да, и Путин абсолютно прав, потому что, ну, хорошо, он журналист, режиссеры. Если доказано, что он готовил какую-то террористическую деятельность, доказано, опять же, да, то какая разница между ним и кадровым разведчиком, абсолютно непонятна. То есть, ну, вот, с точки зрения логики все правильно. То есть, и правозащитные вопросы, на самом деле, они касаются, ну, мне кажется, они очень поверхностные больше себя с вами. Ну, вот, мое мнение. То есть, люди добиваются никакого-то результата, на самом деле, да. Они озвучивают фамилию, озвучивают имя. То есть, но говорят не о системе, не о системной работе, не о достижении каких-то целей, а просто озвучивают себя, озвучивают, там, не знаю, какую-то там площадку смешанную, от которой они выступают, озвучивают эту фамилию, все. А почему, скажи, фамилию Навального не озвучили в таком случае? Он тоже не актуален, он тоже свершившийся. Я не могу тебе ничего сказать по Навальному. Ну, вот, для меня, допустим, он просто не интересен, откровенно говоря. Потому что я из любопытства посмотрел его ролик, какой-то выбранный, где он наезжал на мэра Нижнего, который там, две квартиры в Майами, там, скандал. Ну, очень смешная реакция со стороны Нижнего, там, чиновников, когда они терли, там, эти самые какие-то сведения на сайте правительства. Он оправдывал все, что эти деньги получены честно совершенно, и ни в чем не уйдует. Вот, это все понятно было, это забавно. За комментарии с вами Нижнегородцев не менее забавно. И потом я посмотрел ролик Навального, где он рассказывал о том, что он идет, значит, в президенты в 18-м году, чтобы показать всему миру, всем людям, значит, вот вы проголосуете не за Путина и не за Навального, а за свой выбор. Но выбор между чем и чем? Между человеком абсолютно без опыта управления чем бы то ни было, который все, что может, это достаточно скучно и однообразно выступать перед камерой. Я не увидел в речи Навального ни эмоций, ни заинтересованности, ни идеи, ничего. Я увидел просто очередную говорящую голову. Ну, мне не хочется видеть такого человека в принципе в правительстве. Я не говорю, вот, я могу 20 раз не соглашаться с кадром решения Путина, там, обсуждать, негодовать и что-то еще делать. Могу привести 200 тысяч примеров, которые мне не нравятся в этой стране. Потому что в нашей родине, как известно, грабли разложены просто в шахманном порядке. То есть куда-то не пошел. Но Леша, мне кажется, хорош как интернет. Как типичный фейк, типичный фрик, у которого есть там 3-4-5 процентов аудитории. Более-менее пожившие, более-менее серьезные люди, за ними никогда не пойдут. Да, уж тем более после того, как тут на выборы идет президент-победитель практически, как ты говоришь. Нет, ну, в одиноче мы выберем. Это не вопрос, конечно. Вопрос, что мы будем делать через его президентский срок. Потому что на самом деле, если пока у нас не будет ничего происходить катастрофического, я очень надеюсь, что у нас не произойдет ничего этого. Хотя загадывать на будущее сильно, как прогнозы метеорологов. То есть такая же достоверность. Но в 25-м году, потому что, Саша, 7-летний президентский срок, в 25-м году встанет вопросом, кто будет все-таки вместо Путина, кого он подберет как преемника. Это очень важно. Ну, система, на самом деле, обобщая всю эту ситуацию с властью, с системой и так далее, что при царе, что при коммунистах, что при нынешней власти, система управления странами воспроизводится, воспроизводится, воспроизводится. Она абсолютно одна и та же. То есть все закручивается вокруг одного человека. Потому что, как мне сказали московские знакомые, есть одна организация, которая в этой стране работает прекрасно, есть профессионалы, ответственные люди, соблюдающие график, свои интересы, чужие интересы, с очень большим тщанием, относящиеся к работе, от массы превосходных степеней. Это одна организация, это администрация президента. То есть все крутится вокруг Путина, на самом деле. И СМИ, и губернаторы, и министры. То есть это то же самое, как вокруг генсека или вокруг царя. Мы к этим вопросам генсеков еще вернемся сегодня. И вот три часа с половиной, даже больше, по-моему, прошло. Почти четыре. Почти четыре сначала пресс-конференции, и Владимир Владимирович увидел твою табличку. Ну, спасибо ему за внимание, что называется. Я трудолюбиво старался, потому что три часа мне задекли руки. Ну, держатель, вот, вятский класс, вместе со сделанного в России, там, кстати, вторая табличка. Вот. Вопрос, конечно, продумывался, но мне очень многие сегодня и вчера опиняли на то, что там возникает ВДНХ, который не всем понятно. Ну... Я хотела, чтобы ты пояснил правду, потому что мы-то с тобой разговаривали, вот это давно уже про это и неоднократно. И когда ты, говорит, произносил свои вопросы, я понимала, о чем ты речь ведешь. Но на самом деле не все поняли. Расскажи, что ты имеешь в виду. Ну, все очень просто. Кировским товарам нужен выход на федеральный, на международный фактический уровень. С ребятами из Девана в России, в принципе, все хорошо. Они подписали соглашение. То есть Кировская область с ними подписала соглашение. Я как раз с самолетом увез подписанную бумагу, и им отдал это с утра как раз в пятницу. То есть Васильеву все это очень нравится. То есть как это будет развиваться? Вопрос в том, что надо затаскивать эту контору кировской компании. Как дело пойдет? Что дело пойдет? Как поведут себя кировщане? Не знаю. Но сделано в России федеральным брендом. Фактически. Это несколько, практически все государственные учреждения, которые обязуются участвовать в программе, и вся информация распространяется по госучреждениям, в частности представительства России за рубежом. А ВДНХ я тебе поясню. То есть вот эта виртуальная площадка, это считай, что мы уже двинулись сюда. Вот сейчас нам придется прерваться на две минуты на рекламу, но пока еще ничего не понятно. Можно ли тебе еще 10 вопросов на эту тему задать? Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Мамотов у нас в гостях. И хочется все-таки вопрос по поводу ВДНХ, сделанного в России и так далее, разобрать, подожди, по косточкам. Пожалуйста, извини. Значит, во-первых, ты сказал, Васильеву нравится эта история. Да. Откуда вообще ноги растут? Ты пришел с идеей к Игорю Васильеву или Васильев к тебе обратился? Как вы вообще совместились в этой идее? Ну, я сначала познакомился со сделанного в России, съездил к нему в Москву, посмотрел, как они организованы. Ну, ребятишки молодые, амбициозные, интересные. Они года три развивали проект. Это частный проект? Да, конечно. Ну, они сейчас подписали договоренность со всеми госпрактически, со всеми госструктурами. Вот завтра должен вроде Броверман, это МСП, поддержка малого и среднего подписывать. Тоже Сбербанк вроде как бы входит в долю. То есть становятся таким частным государственным партнерством, на самом деле. Это калька с американского мейд-инвеса. То есть у них есть очень большие косяки в пане сайта. Сделан в России сейчас пока. Да, да, сайт не доделан. Надо его доделать, чем срочно достаточно. Ну, это технический вопрос уже. Порядка двух или трех месяцев мы как-то встречались, перезванивались. Еще раз, проект сделан России, направлен на продвижение российских товаров за рубеж. Но это в том числе и площадка, куда ты заходишь просто в поиске. Вот ты играешь сделанную Россию, и ты видишь все компании российские, которые... Там порядка 100-120 компаний от каждого региона будет. Пока у них порядка 2000. Сколько времени они работают? Они работают реально три года, но они очень медленно, с огромным скрипом, потому что загласование со всеми ведомствами, нахождение нужных людей, убеждение в том, что это будет работать. Это время, время, время. Ну, ребята молодцы, пробились. И я с ними познакомился, у них какие-то первые шаги были, как раз такие ощутимые в октябре. А, по-моему, в ноябре, сейчас... Нет, нет, вру, это было, по-моему, 2 декабря. То есть я сначала объяснил Васильеву Игорю Ванимовичу, что это интересно. Потом мы договорились встретиться уже в Москве, и в представительстве в Москве 2 декабря места сделано... Представительство сделано в России. Нет, в Кировской области. Конечно. Там мы встретились в Москве 2-го числа. Васильев посмотрел презентажку, посмотрел на Мишу Саченкову, поговорили... А Мишу Саченков поздравляет. Да, да. Посмотрели, поговорили, ударили по рукам. То есть, на следствие ей подписали бумаги. Как дело поет, во что вылится, одному богу, известно. Перевод на 18 языков распространения в туркредствах по всему миру, по-моему, кировских товаров, неплохо. Ну, причем сделано в России это не одна вятка, это еще 85, по-моему, у нас регионов. Игорь Владимирович сказал, занимайся тебе и этим проектом. Да, конечно. Ну, во-первых, во-вторых, и автоматически он хочет, он действительно хочет, я назовлял это еще на интервью, которое я делал, да, он хочет сделать площадку для кировских товаров здесь, в Кирове. Виртуальную или реальную? Реальную, конечно. И вот здесь ты как раз употребил термин БДНХ, имея в виду, что хотелось бы построить реальную площадку, но на региональном уровне. А я вообще считаю, мы сделаем как? Мы сделаем площадочку здесь, и дальше посмотрим, можно ли такие же площадки под эгидой, допустим, того же БДНХ, это будет не БДНХ, но БДНХ существует как символ торгового обвинения страны. Можно ли сделать общероссийскую площадку для промышленных товаров со всей страны? То есть, чтобы у нас не было вариантов, как Обамов, Обамов последний, черный властелин, он произнес последнюю речь, что Россия же маленькая, слабая страна, да, слабая экономика, они у них ничего, они чем торгуют? Газом, нефтью и оружием, больше у них нифига нету. Ну, к сожалению, в большой печали, например, матрешка, водка, баловая, ракета Тополь, да, и с мишкой на фоне сзади, да, у иностранцев, причинение России складывается очень слабое. Так все-таки мы для кого это делаем? Для иностранцев или для себя? В том-то и дело, надо делать для себя. Я так понимаю, что все равно это пока что наметки. Вот в части интернет-площадки, сделанной в России, уже все понятно. Все понятно. Ну, сегодня, завтра Васильев видится с Собяниным, госсоветом. Так, они уже связались. Да. Ну, они пересекутся, во-первых, на госсовете, там, значит, они будут обсуждать, посмотрим, что Игорь Владимирович расскажет в среднем. А тебе сразу звонили после пресс-конференции Собянина? Ну, да. Вот когда президент разлучивает, что я скажу Собянину, что ты... Нет, нет, нет. Это попозже произошло, там какие-то ребята от Собянина, я даже не помню уже кто, потому что я врубался в один, в том число, откровенно говоря. И в Live News меня успело заточить на ВТНХ, а потом выяснили, что... То есть они хотели показать тебе ВТНХ? Вот. Выяснили, что директоры ВТНХ как бы знакомы знакомых, а Собянинский потом звонили. Ну, в принципе, я думаю, что машинка завертелась. Собянинский-то что сказали? Ну, что надо как-то встречаться, вытаскиваться. Теперь надо встречаться. Президент сказал, надо встречаться. То есть дело пойдет. Что мы получим в Кирове, что мы получим в Москве, насколько это сделано в России и будет работать вообще по всей стране? Ну, велик вопрос. Потому что мне, конечно, допустим, интереснее всего вытаскивать уже вещи на международные рынки. Ну, начну потихонечку учить китайский в январе в конце. Потому что пригодится, я думаю. Да, это особое мнение Владимира Маматова. У нас остается не так много времени до конца нашей программы. Конечно, мы будем следить за этим проектом, как он будет развиваться, учитывая, что я теперь там одна из ключевых фигур. Ну, я такая. Как минимум, ты точно информационный носитель будешь для происходящих событий, мероприятий. Я хотела с тобой еще поговорить по поводу последнего заседания отделения Единой России по Кировской области, где переизбрали, понятно, Владимира Васильевича снова главой рекотделения и в президиуме которого теперь сейчас заседает и Валерий Владыкин, глава города, и нынешний в РИО губернатора Игоря Васильев. То есть практически такое политбюро. Смычка города и дерева не произошла, я понял. Да. Хорошо это или плохо для региона, когда партия власти, да? Консолидирует все ветви, да? Ну, если бы эффективность Единой России хотя бы на 50% приблизилась к эффективности КПСС, пожалуй, это бы хорошо. Но, насколько я понимаю, на данный момент Единая Россия, это... Ну, если она 10% от КПСССР отрабатывает, то это, скорее всего, оптимистично. Уровень влияния партии и реальный уровень, то есть тот, который может говорить... То есть реальный уровень влияния партии. Он не достигает тех показателей, чтобы говорить, что Ага, Единой России этот берет, значит, вот поэтому будет все отлично. Нет, не будет. Не будет. А что будет? Все будет зависеть... Вот мыс, который я упорно... Вот она мне в подкорке ведет огнездица, я упорно ее предлагаю. Ребят, давайте сначала напомним этот регионный деньгами. После этого мы начнем говорить о гражданских правах, свободах, науках, искусствах, ремеслах, броустройстве, развитии и так далее. Ключевый вопрос один. Во-первых, казна должна быть полна, для того, чтобы можно выполнять социальные обязательства для малоимущих советов населения. Это первое. Второе. Денег должно быть столько, чтобы их можно было тратить в Кировской области, для того, чтобы развивалось обслуживание населения, развивался сервис, развивались потребительские рынки. Третий момент. Денег должно быть столько, чтобы можно было запускать производство. И вот четвертый момент, когда денег будет совсем хорошо, их можно вкладывать в перспективные научные заработки. И в образование, и в медицину, и все остальное. Деньги можно надеть только одним способом. Это развить вещи на самой вятке. Никакие трансферты бюджетные из Москвы. Никакие там налоговые поборы. Там можно выкрутить руки всем, кого можно, но ты не соберешь этих денег. Это политика неправильная. То есть, в лучшем случае, она часть того, что надо делать. Мое убеждение в том, что все, что увеличивает денежный оборот Кировской области, все, что приносит сюда деньги, все, что позволяет здесь строить, запускать, организовывать новые рабочие места, это полезно. Вот это единственное убеждение, с которым я, собственно, и живу. Все. Поскольку ты частно на эту тему беседуешь, насколько я понимаю, в Рио, он так же думает? По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что он действительно хочет, действительно хочет, чтобы в торговом отношении, в инвестиционном мы были привлекатели и готов для этого делать что-то. Насколько он далеко загадывает, насколько он глубоко понимает вопрос, я не могу за него ничего сказать. Чужую голову, как известно, не влезешь. Но пока все, что он говорил у меня, он выполняет. И это Владимир Маматов, его особое мнение у нас в эфире. Давай немного предсказаниями займемся. Все-таки Новый год. На страдамусы, по-прежнему. Все-таки Новый год. Например, смена руководства администрации города. Мы с тобой уже говорили, как-то в этой же студии, и прочее, что даже до Нового года могут случиться перестановки. Что касается администрации, не случилось. Не случилось. Да. А ты-то знаешь вообще, что произошло? Нет. Мне даже это не очень интересует. Сценарии с Валерием Васильевичем Крепостновым рассматривались? Так он рассмотрелся и убран долгий ящик. Что там вообще произошло? Ничего особого не произошло. Но Валерий Васильевич Крепостновым мы не видим ни на какой из должностей, которые имеют касательство. Валерий Васильевич, я думаю, масса других интересных задач. Мало ли, там, пост какого-то мэра, зачем ему нужно, в принципе. То есть, эта версия уже не сохраняет свои актуальность? Мне, честно говоря, почему-то неинтересно. Я даже не хочу это рассмотреть. Вот как мне было неинтересно по поводу колеса обозрений на театральной площади, я почему-то изначально думал, что мне поставят. Вот я не знаю почему, но это как в американские горки у Кремля. Хорошо. А в отношении Валерия Васильевича ты почему-то думаешь, что? Я не знаю, меня смущение вызывает то, что Валерий Васильевич бизнесмен, в первую очередь, предприниматель. Человек, который думает непрерывно о своей прибыли, о своем кармане. И поставить его на управление Кировым, он, несомненно, я не сомневаюсь, сколько навыков управления бизнесом, он с их помощью сможет решать очень многие вопросы, да? Потому что это требует и ума, и сообразительности, и смыкалки, и всего чего угодно. Но при этом, будет ли он реально думать о влаге горовчан, я не уверен. А как ты думаешь, будет ли... Вот помнишь, мы говорили о том, что практически требовали многие здесь, в этой студии тоже, от Васильева, чтобы он вмешивался в работу городской администрации, вообще в политику города, я имею в виду. Нет, зачем мне надо? Вот это ручное управление вообще, мне кажется, такой практикой не очень хорошей. Ну, точнее, в нашей стране ее не избежать, опять же, в общей системе, да, жизни, которая у нас есть. Но ручное управление, порочная система, там слишком много задач, на которых ты когда-то не можешь концентрироваться на действительно важных, приоритетных вещах, а вынуждены распыляться. Это часто ведет к неправильному стрессу, да? То есть дистресс, как это называется. То есть пусть само все развивается в столице региона, как... Нет, тебе надо все очень просто сделать. Ты должен назначить, во-первых, нормальных людей на ответственные должности. А, ну, то есть ты же все-таки это говоришь? Нет, ты назначаешь один раз, а потом ты контролируешь результат. То есть вмешиваете все-таки, Игорь Владимирович, в работу, там, у города, да? На уровне думы и администрации. Нет, я вообще двумя руками за то, чтобы Васильев очень быстро начинал все это резать. Что именно резать? Ну, резать все, потому что свою область со стороны, вот если на нее смотришь... Так же, как в правительстве властном? Я думаю, что похлеще надо. В городе делать то же самое. Снимать? Нужно не только снимать, но и назначать, что желать. Да. Это раз. Потому что пока у нас область и город выглядят настолько раздробленно, разбито... Все-все знают, да? Все-все-все знают. То есть город вроде как маленький. То есть каждый собак знает каждую собаку. Но при этом каждый тянет одеяло в свою сторону, в своих маленьких каких-то этих анклавах, там, тусовочках. Все потихонечку что-то решают. И никакого кумулятивного эффекта от этого множества людей, которые могли бы как-то сделать, что-то не происходит. То есть его задача не просто, ну, в моем скромном понимании, не просто вычистить, да? Вот эти алгиевые конюшни, на самом деле, которые за последние 20 лет никто не трогал, на самом деле. Вот я как приехал в 96-м году сюда... В городе? Да, и в области. Я как приехал сюда в 96-м году, с того времени никаких реальных, реальных, настоящих, изменений в управлении не было. Были косметические какие-то действия, там, Белых, Шаклеин, Сергеенков, ну, Сергеенков лектор, Белых, все понятно. Шаклеин, ну, как говорится, ни хорошего, ни плохого, не могу сказать, ничего фактически. Потому что это незаметен был человек. Фактически. Но ничего серьезного не происходило. Для того, чтобы совершить какой-то рывок, скачок, добиться чего-то для Кировского, им здесь нужно поменять очень много, чрезвычайно много. Это очень большая работа. То есть, в информационной, как бы, работе я что-то понимаю чуть-чуть, совсем немного. В управленческой гораздо меньше. Игорь Вадимович, что-то виднее. Ну, посмотрим, как будет справляться. Это очень большой вопрос. И две минуты у нас остается до завершения программы. Вот, ну, ты говоришь, ты понимаешь, в информационной работе как ты можешь оценить информационную работу правительства за истекший период? Можно, я не буду отвечать на этот вопрос. Просто потому, что... Рано пока оцениваем? Да. Давай сойдемся на то, что пока рано оценивать. Я бы не хотел на тему, что ждать в эфире. В таком случае у тебя есть хорошее время, чтобы поздравить наших... Хорошие, я имею в виду, аж целую полуторую минуту, чтобы поздравить наших слушателей с Новым годом и пожелать что-нибудь... Спасибо. Самый ужасный вариант. Тосты мне никогда не удаются. Значит, дорогие кировчане, слушатели Эхо Москвы, кировчане и кировчанки в том числе, от всей души, от всего сердца на Новый год наступающий, в 2017, в то время до дня революции, будем надеяться, что в этом году революция не произойдет, а будет наоборот процветание, благосостояние, достаток здоровья близких, детей, знакомых, родственников и нашей кировской области, и кирову, процветание. Все. Спасибо большое. Владимир Маматов, его особое мнение. Он в кратной работе, у Светлана Занькова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова